добрый день меня слышно да 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 здравствуйте давайте тогда начнем не забудьте поставить плюсики чтобы мне отчет сдать а в вашем присутствии а так ну давайте у нас последний четвертый этап группового проекта кто у нас готов выступать кто кто первый будет так кто будет выступать поставил вас давайте шарки десктоп белый экран такой анти малевич у меня видно свой групповой проект номер четырьмя видно переключите слайд сюда попробуем посмотрим но я ничего не вижу честно сказать у вас приложение да или приложение ну хорошо давайте слушаем чуть погромче если возможно это простейшая модель мимо детстве двух видов и патичных жертв она основывается на следующем положении первое численность популяции жертвы и патичных опырях зависит только от времени то есть модель не учитывает пространственное распределение популяции на занимаемой территории под пунктами взаимодействия численности применяется к модели мальтуса при этом число жертв увеличивается а число патичных опадает естественная смертность жертвы и естественная рождаемость патичника также считается несущественными и эффектно освещения численности обоих популяций не учитывается скорость роста численности жертв уменьшается пропорционально численности патичников модель описывается следующими уравнениями которые вы можете видеть на экране здесь x это число жертв y число патичников а это скорость консистенции прироста числа жертв в опыляции патичников и консистенция естественное вымирание патичников совершенно 1000 видов жертв каждая взаимодействие между ними уменьшает популяцию жертв и способствует уменьшению популяции патичников я причиняю минус b, xy и d, xy в правой части уравнения на рисунке мы можем видеть эволюцию популяции жертв патичников в модели лодки Вольтеры здесь у нас точка обозначена стационарное состояние а b это любое другое начальное состояние при малом изменении модели происходит переход от желудочной модели к мягкой мы можем увидеть этот переход на уравнениях у нас добавилось еще по одному многочлену и в итоге мы получаем следующий вариант мягких моделей которые вы можете увидеть в рисунках 1, 2 и 3 можно сделать вывод о том, что жесткая модель в составе движется в структурную устойчивость полученных при ее изучении результатов по отношению к малым изменениям модели то есть делающим ее мягкой у нас было представлено следующая задача в лесу проживает их волков изящихся зайцами, число которых в этом же лесу живет пока число зайцев достаточно велико для прокормки всех волков численность волков происходит до тех пор пока не наступит момент, что корма перестанет хватать на всех тогда волки начнут умирать и их численность будет уменьшаться в этом случае в какой-то момент времени численность зайцев снова начнет увеличивать что повлечет в ответственность за собой новый рост популяции волков такой цикл будет повторяться пока обе популяции будут чистовать помимо этого на численность c влияют болезни и старения данная модель описывается следующими уравнениями, которые мы уже видели и нам были поставлены две задачи это построить график зависимости и обидорить на графике функции x, ac, y, etc и найти стационарное состояние системы мы можем увидеть блок системы для решения данной задачи то есть у нас есть начальное состояние системы далее следует вопрос достаточны ли зайцев для таком из всех волков если зайцев достаточно то соответственно количество волков произойдет а если же зайцев недостаточно то количество волков уменьшается а количество зайцев произойдет мы разработали следующий алгоритм для решения данной задачи сначала нужно записать уравнение которое описывает модель и затем задать начальные значения для числа j и числа j решить эти уравнения относительно заданных числовых значений вычислить стационарную точку и отобразить полученные данные на графиках для решения данной задачи мы использовали систему для математических вычислений октав реализуем приведенный алгоритм используя эту систему итак мы задаем шаблоны уравнений которые описывают эту модель затем задаем начальные значения xy у нас длиниятся точки t и выбираем сумму совершения системы DU копируем полученные данные в переменной Y1 и Y2 и вычисляем стационарную точку и далее формируем графики которые нам будут показывать полученные значения в итоге вывод программы показаны там наглядно зависимость между популяцией популяциями стичников и жертв вы можете увидеть эти графики на слайде какие же выводы мы получили мы описали двугидовую модель взаимодействия типа стичных жертв то есть модель лодки вальдет была поставлена задача построить график зависимости популяции стичников и популяции жертв подхождения стационарной точки по составленному алгоритму задача была решена в связях так и мы можем наглядно увидеть необходимые данные на графиках все все у вас вы просто так иногда булькает ваш голос и пропадает большое спасибо большое спасибо можете отключаться кто следующий давайте мы наверное это шестой проект да хорошо я сейчас вас оставлю я буду только показывать соответственно презентацию так как говорить будет а говорить будут васильева юля и писатин ярослав так только я не могу почему-то найти это почему я не могу найти даша ты мне скидила презентацию можешь ее тоже посмотреть в сообщениях вот не все я нашла видно презентацию так по да все все видно отлично хорошо тогда мы начнем добрый день меня слышно слышно да все очень хорошо слышно хорошо тема нашего группового проекта является эффективность рекламы участники проекта Родина Дарья Карташова Алиса Сасина Ярослав Васильева Юлия мы рассматриваем такую ситуацию у нас есть гипотетическое торговое учреждение которое хочет реализовать свой товар на рынке соответственно главная наша проблема как реализовать товар на рынке чтобы это сделать правильно необходимо заинтересовать аудиторию а точнее организовать рекламную кампанию нового товара или услуги и добиться чтобы прибыль с избытком покрывала издержки на рекламу то есть нам нужна эффективная рекламная кампания цель нашего проекта нахождение зависимости и эффективности рекламы от разных способов предоставления информации задачи проекта разобрать модель проекта составить алгоритм для решения задачи проекта перевести алгоритм в код и проанализировать зависимость эффективности рекламы далее о модели рекламной кампании Итак, наша математическая модель рекламной кампании выглядит следующим образом. Определим значение указанных коэффициентов. Факторами влияния являются t – время, прошедшее от начала рекламной кампании, n – число уже проинформированных покупателей, n – заглавное – общее число потенциальных покупателей, альфа-1 от t – коэффициент, показывающий зависимость эффективности рекламы от затрат на рекламу в данный момент времени, альфа-2 от t – коэффициент, показывающий зависимость эффективности рекламы от сарафанного радио, распространение рекламы от одного человека к другому. В нашей задаче есть два частных случая. Первый случай, когда интенсивность рекламной кампании больше активности сарафанного радио. При этом у нас описывается модель Мальтуса, модель экспоненциального роста с постоянным темпом. И второй случай, когда уже активность сарафанного радио больше интенсивности рекламной кампании. В такой ситуации у нас логическая кривая, модель Перхюльста, модель процессов с нормальным распределением. Большая часть моделей на основе этой формулы имеет три фазы. В нашем случае их можно обозначить как фаза зарождения спроса, малые значения НТ, то есть числа уже проинформированных, и медленный рост. Фаза максимальной активности, быстрорастущие значения НТ, стремительный рост. И фаза насыщенного рынка, большие значения НТ, скорость роста стремится к нулю. Сформулируем задачу для нашей модели. 29 января в городе открылся новый салон красоты. Город гипотетический, людей в городе очень мало. На момент открытия о салоне знало три потенциальных клиента. По маркетинговым исследованиям известно, что в районе проживают 500 потенциальных клиентов. Поэтому после открытия салона руководитель запускает активную рекламную кампанию. И, соответственно, после этого скорость изменения числа знающих о салоне пропорциональна как числу знающих о нем, так и числу не знающих о нем. Алгоритм решения данной задачи будет выглядеть следующим образом. Ввод всех неизвестных, линейные или константы, соответственные обозначения функции, решение задачи каши, построение графика и краткое описание всех алгоритмов, что были использованы. Так, я тогда, наверное, продолжу. Для реализации нашей задачи и решения дифференциального уравнения, поставленного перед нами, мы использовали слегка усложненный алгоритм Эйлера с добавлением промежуточных значений для более точных вычислений и для построения более точного графика. В ходе решения мы пользовались оболочкой для решения задач Октав. Сводная система математических вычислений, использующая совместимый с MATLAB язык высокого уровня. Октав представляет интерактивный командный интерфейс для решения линейных и нелинейных математических задач, а также проведения других численных экспериментов. Сейчас перед вами должен появиться наш код. Здесь у нас функция, которая отвечает непосредственно за алгоритм Эйлера, в который мы добавили промежуточные значения. Далее можете увидеть целиком построенную модель с введенными значениями и с коэффициентами А1 и А2. Мы решили использовать в ходе нашего выполнения задания нелинейные коэффициенты вместо постоянных для более объективного рассмотрения графика и роста модели. В ходе выполнения нашего проекта мы получили несколько результатов, достаточно похожих друг на друга. Мы использовали Адамса, Эйлера, Рунге Кутта, а также встроенную команду для решения дифференциальных уравнений. И все они показывали примерно одни и те же значения. Поэтому мы обратились к другим критериям, в том числе к времени выполнения. Самое минимальное время выполнения было у алгоритма Эйлера, именно поэтому мы и предпочли его при дальнейшем выполнении нашего проекта. Также мы рассматривали несколько частных случаев, в которых учитывали только показатель сарафанного радио, только показатель рекламной кампании, а также и то и другое, но в разном соотношении. Где-то рекламная кампания была значительно эффективнее сарафанного радио, где-то наоборот сарафанное радио было значительно эффективнее рекламной кампании. Мы получили несколько разных результатов. На этом графике вы можете видеть наш рост функции для критериев констант и для линейных параметров. Мы можем видеть, что с линейными параметрами график растет слишком стремительно, поэтому не так удобен для анализа. Далее. Здесь у нас два графика. На синем представлен график, в котором была более эффективна рекламная кампания. На красном график с более эффективным сарафанным радио. Из данных значений мы можем сделать выводы о том, что из параметров оказывало наибольшее влияние на рост нашего числа потенциальных покупателей. И здесь мы можем видеть на синем графике рост числа покупателей при отсутствии рекламной кампании. А на красном, соответственно, при отсутствии эффекта сарафанного радио. Тут мы можем заметить то, что уже упоминалось. То есть модель Мальтоса, которая у нас возникает, она же простая экспоненциальная модель, которая возникает при отсутствии сарафанного радио. И модель Ферхельста, которая возникает при отсутствии эффекта рекламной кампании. Общие выводы. В ходе выполнения нашего проекта мы описали модель зависимости скорости, написали и выявили наиболее оптимальный алгоритм, а также исследовали зависимость поведения кривой от ее коэффициентов. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Следующий проект. Наверное, мы будем следующими. Мы будем следующими. Кто будет докладывать? Докладывать. Швец. Или... Хорошо. Управление для презентации надо дать мне. Групповой проект номер 7. Хорошо. 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 Итак, групповой проект номер семь – это моделирование конкуренции двух фирм. Вот состав группы, которая работала над этим проектом. Целью проекта было изучение модели для прогнозирования роста оборотных средств при конкуренции двух фирм и реализация этой самой модели в программном коде. Задачи, которые поставила перед собой наша группа, можно описать кратко так. Это, во-первых, описание математической модели конкуренции двух фирм, разработка или использование решения для программной реализации, создание программной реализации для осуществления прогнозирования процесса конкуренции двух фирм, тест созданного решения на примерах, которые мы сами подобрали, и использование программной реализации для программизирования на приближенно-реальном примере двух фирм. О том, над чем конкретно мы работали, расскажем позднее. Итак, получается, сначала стоит начать с непосредственно математической модели конкуренции двух фирм. Изначально она представляет собой систему дифференциальных уравнений, где интегрируемыми переменами являются в нашей ситуации количество оборотных средств у каждой отдельной компании. Стоит разобрать и пояснить, какие коэффициенты здесь указаны. Коэффициенты А, Б и С формируются из следующих параметров, где П – критическая, это критическая стоимость продукта, Тау – 1 и 2 – это производственные циклы продуктов в каждой отдельной компании, П1, П2 с волной наверху – это себестоимость товаров в каждой отдельной компании, Н – это потенциальное количество покупателей конкретной продукции. И К – это максимальная потребность одного покупателя в количестве продуктов. параметр Сигма – это социально-психологический фактор, который может повлиять на покупку или не покупку конкретным покупателям товара. Далее, мы подобрали алгоритм для решения систем дифференциальных уравнений и его мы выбрали как рунгикута четвертого порядка. Краткое описание того, как работает этот алгоритм. Имеется какое-то дифференциальное уравнение или система дифференциальных уравнений и формируется четыре параметра К, где H – это шаг функции. Это численный метод алгоритма для решения дифференциальных уравнений, где мы поэтапно получаем общую картинку интегрирования. Получается, следующим образом формируются у нас коэффициенты К1, К2, К3 и К4. И следующий параметр Y и X формируются, конкретно Y формируется из параметров К1, К2, К3 и К4. Был выбран именно этот алгоритм, поскольку он оказался самым оптимальным, а также для решения систем дифференциальных уравнений. А также имелась встроенная функция данного порядка для, соответственно, программной реализации. Оболочка для решения наших задач оказалась гно-октав – свободная система для математических вычислений, использующая совместимый с MATLAB язык высокого уровня. Итак, непосредственно реализация программного кода. Здесь у нас указаны изначальные параметры, где по критическому, уже описывали, что это за параметры, получается цена и количество потенциальных потребителей указана в тысячах единиц. Тау-1, тау-2 может варьироваться от дней до месяцев и годов, поскольку это какая-то неопределенная временная величина. Далее идет определение коэффициентов для подсчета, а также социально-психологический фактор под переменным microstep. Это сама функция, как она, задающая систему дифференциальных уравнений и возвращающая нам dxdt, который будет содержать в себе решение для первого уравнения и для второго. Мы задаем начальные параметры x0. На примере данном в изначальном документе о групповом проекте это было 2.1, и интервал по времени был 0 и 30. Далее используется функция для автоматического решения поставленной задачи, и следующим пунктом мы строим непосредственно график. В этот же момент мы запустили код и проверили, протестировали его работу. Из данного графика он абсолютно идентичен графику, который был дан в изначальном документе о проекте. Теперь же Сергей немного расскажет о том, какие компании мы решили примерно из реального мира использовать для демонстрирования эффективности нашего кода. Мы решили работать со сферой авиапроизводителей, так как все необходимые для реализации этой модели данные было найти достаточно просто. То есть, что нам потребовалось вообще? Мы взяли две конкурирующие фирмы, которые работают в одних и тех же нишах. Фирмы, которые создаются самолеты, пассажирские авиалайнеры. Это Boeing и Airbus. Мы взяли из каждой фирмы по одной конкретной модели, которая имеет плюс-минус одинаковую пассажировместимость, то есть занимают одну и ту же рыночную нишу, то есть конкурируют непосредственно друг с другом. Эти модели это Boeing 737-800 и Airbus A320. Нам нужно было найти такие параметры, как себестоимость производства одной единицы авиационного судна, длительность производственного цикла, то есть время от начала до конца, то есть схода с конвейера уже готового авиалайнера. Критическая стоимость одной единицы продукта. Это я попозже расскажу, что такое каталожная стоимость, то есть цена, по которой производитель предлагает купить данную единицу товара потребителей, то есть необходимость товара и максимальная потребность в продукте. Себестоимость каждой единицы. Начну с Boeing. Себестоимость одного самолета Boeing 737-800 равняется 84 миллионам долларам. Себестоимость единицы Airbus A320 85 миллионам долларов, то есть разница в 1 миллион долларов. Длительность производственного цикла у Boeing 11 дней, у Airbus 25 дней. Но это потому, что у них производство разнесено, то есть они в разных местах собирают разные части самолета. Критическая стоимость. Это стоимость единицы товара, который занимает эту же нишу, но при этом во много раз, ну типа не во много раз, но значительно лучше того, что сравниваем мы. То есть это 114 миллионов долларов. То есть за 114 миллионов долларов мы сможем купить самолет Airbus A320 Neo нового поколения, который по многим важнейшим параметрам превосходит и Boeing 737-800 и Airbus A320. То есть это стоимость, при которой покупка обычной модели уже теряет свой смысл. Каталожная стоимость, то есть цена у Boeing 737-800 это 96 миллионов долларов, у Airbus A320 98 миллионов долларов. Потребители это авиакомпании, которые используют в своем парке уже эти самолеты и те, ну то есть те компании, которые могут и еще купить эти самолеты в свой флот воздушный. Ну то есть это все авиакомпании, и российские, и американские, и китайские, и так далее, все. Максимальная потребность в продукте это суммарное количество заказов на обе единицы товара в портфелях обоих фирм. То есть это сумма единиц заказов, которые заказали и у Boeing, и у Airbus. То есть это максимальная потребность в продукте, который занимает данную нишу рыночную. Вот. Итак, дальнейший, соответственно, был немного модифицирован код, соответственно, изменены начальные параметры. Также была добавлена легенда для более оптимального просмотра графика. Итак, давайте рассмотрим итоговую ситуацию при условии социально-психологического фактора. Попрошу отметить, что в данной нише он должен быть максимально низким, поскольку крайне крупное дело и как-никак на кону стоят жизни людей. Это не просто носки покупать. Соответственно, мы видим здесь, как будет развиваться наше количество оборотных средств в компаниях. И заметно, что у Boeing, вследствие того, что у него очень маленький производственный цикл, и у него очень быстрый старт, но потом, как только Airbus набирает свою популярность, набирает количество своих клиентов, он резко превосходит Boeing, и тот немного падает, оборотные средства компании немного падают в этом случае. Теперь рассмотрим некоторые задачи, которые перед нами стояли в самой проектной работе. Нам было задано изучить стационарные состояния системы. Для данного случая, при условии того, что изначально социально-психологический фактор будет отсутствовать вовсе. Очевидным стационарным состоянием системы изначально является позиция, где начальные параметры равны нулю. У нас всегда будет ровная длительная прямая оборотных средств. И вторые моменты, когда уже просто формируются вне зависимости от начальных параметров оборотные средства, это моменты по большей части уже после того, как обе компании вышли на пик своей возможности и остаются на данном пике. По общим выводам можем сказать, что мы успешно изучили данную модель и применили ее на практике, реализовав через код. На этом все. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Так, есть еще проекты нет? Тогда к докладам перейдем. Да, у меня есть доклад. Так, это Смирнова, да? Сейчас нормально слышно? Да, сейчас нормально слышно почему-то. Я просто с телефона попробую просто. Я с телефона зашла, поделюсь презентацией. Вот сейчас. Так, а видно мой экран сейчас? Нет, нет, не видно сейчас, секунду тогда. Так, а сейчас? Сейчас видно. Все отлично. Итак, у меня доклад про систему линейных уравнений. Нормально отображается презентация? Попробуй подистрать. Листается? Листается, все хорошо. Все отлично. Итак, система линейных уравнений. Система линейных лагебраических уравнений – это система уравнений, в которой каждое уравнение является линейным, то есть алгебраическим уравнением первой степени. Пример системы вы можете увидеть на слайде. Здесь m – это количество уравнений, n – количество переменных, x1, x2 и так далее – это неизвестные, которые нам, собственно, и нужно определить. А коэффициенты а и свободные члены b предполагаются известными. Индексы коэффициентов в системах формируются по следующему соглашению. Первый индекс i обозначает номер уравнения, а g обозначает номер переменной, при которой стоит этот коэффициент. Говорим немного о теории. Система называется однородной, если все ее свободные члены равны нулю, иначе неоднородной. Квадратная система линейных уравнений – это система, у которой количество уравнений совпадает с числом неизвестных, то есть m равно n. Система, у которой числа неизвестных больше числа переменных, больше числа уравнений, является недоопределенной. Такие системы также называют прямоугольными. Если же уравнений больше, чем неизвестных, то система называется переопределенной. Решение системы линейных алгебраических уравнений – это совокупность таких чисел c1, c2 и т.д. dcn, таких, что их соответствующая подстановка вместо иксов обращает все уравнения системы в тождество. Система называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение, и несовместной, если у нее нет решений. Далее совместные системы делятся на определенные – это системы, у которых есть ровно одно решение, и неопределенные – это системы, которые имеют бесконечное множество решений. Системы линейных уравнений называются эквивалентными, если множество их решений совпадает, то есть любое решение одной системы одновременно является решением другой, и наоборот. Также считается, что системы, которые не имеют решений, также эквивалентны. Систему эквивалентную данной можно получить, в частности, заменив одно из уравнений на это уравнение, умноженное на любое отличное от нуля число. Также эквивалентную систему можно получить, заменив одно из уравнений суммой этого уравнения с другим уравнением системы. В общем, замена уравнения системы на линейную комбинацию уравнений дает систему эквивалентную исходной. Примеры элементарных преобразований вы можете увидеть на слайде. Система линейных уравнений может быть представлена в матричной форме. Соответственно, это матрица системы А, Х – это столбец неизвестных, Б – столбец свободных членов. Если же к матрице А приписать справа столбец свободных членов, то получившаяся матрица называется расширенной. Теорема Кронекера-Капелли устанавливает необходимое и достаточное условие совместности системы линейных алгебраических уравнений. Посредством свойств матричных представлений. Система совместна тогда и только тогда, когда ранг ее матрицы совпадает с рангом расширенной матрицы. Методы решения. Методы решения систем делятся на прямые и итерационные. Прямые методы дают нам алгоритм, по которому можно найти точное решение систем линейных алгебраических уравнений. Итерационные же методы основаны на использовании повторяющегося процесса и позволяют получить решение в результате последовательных приближений. На слайде мы можем видеть некоторые прямые методы, такие как метод Гаусса, метод Крамера, матричный метод и так далее. Итерационные методы. Метод якобы, метод релаксации и другие. Мы же рассмотрим три основных метода для решения систем. Это прямые методы. Естественно, в школе все проходили решение уравнений с помощью метода подстановки и почленного сложения уравнений. Но мы рассмотрим три популярных метода для решения более сложных систем линейных алгебраических уравнений. Первый из них это метод Гаусса. Рассказывать алгоритм я буду на примере его использования в среде октав. Итак, метод Гаусса. Это наиболее мощный и универсальный инструмент для нахождения решения любой системы линейных уравнений. Методы, которые мы будем рассматривать дальше, непригодны, например, когда система несовместна или имеет бесконечно много решений. А метод Гаусса в любом случае приведет нас к ответу. Итак, рассмотрим алгоритм решения методом Гаусса. Сначала мы должны записать расширенную матрицу системы. То есть мы записываем матрицу А и векторы свободных коэффициентов. Затем, соответственно, расшириваем расширенную матрицу системы с помощью команды ref. И она у нас, как мы можем заметить, приводится к треугольному виду. И далее мы раскручиваем эту систему в обратном направлении. Здесь для этого мы сначала находим размерность матрицы и затем записываем вектор решений. Соответственно, мы можем увидеть, что он у нас в расширенной матрице записан в правом столбце. Соответственно, если в нижней строке матрицы осталось несколько ненулевых членов, как у нас, то матрица имеет бесконечно много решений. В остальных же случаях система совместна и имеет единственное решение. Ну и здесь в конце мы получили столбец иксов, то есть неизвестных. Далее метод Крамера. Метод Крамера нельзя применять, если система несовместна или имеет бесконечно много решений. В этом случае стоит вернуться к предыдущему методу. Рассмотрим алгоритм решения. Сначала также мы записываем матрицу системы и вектор свободных коэффициентов. Далее нам нужно вычислить главный определитель системы, который, собственно, образуется матрицей. Вот мы его вычисляем с помощью команды det от матрицы A. Затем мы находим вспомогательные матрицы. Они у нас получаются поочередной подстановкой слева направо столбца свободных членов вместо одного из столбцов главного определителя. Итак, мы нашли три матрицы A, A1, A2 и A3. И вычисляем вспомогательные определители, то есть определители, основанные на этих полученных матрицах. И зачем у нас решение, то есть иксы, вычисляются по формуле d маленькая разделить на d большое, то есть вспомогательный определитель деленный на главный определитель. И получаем, соответственно, неизвестные переменные. Далее метод обратной матрицы. Данный метод используется в том случае, если главный определитель не равен нулю, и матрица является квадратной. В противном же случае понятия обратной матрицы просто не существует. Итак, алгоритм. Записываем также матрицу системы и вектор свободных коэффициентов. Затем записываем вектор решений для обратной матрицы. И с помощью функции inf мы, собственно, переводим матрицу к привычному виду. И у нас получается, что х – это инвариация матрицы А, умноженная на b, в соответствии свободных коэффициентов. И получаем иксы. Также стоит упомянуть о том, что в октаве есть встроенное решение. Для систем линейных уравнений для него нам нужно записать также матрицу системы и вектор свободных коэффициентов. А затем просто с помощью формулы х равно а в х слэш б мы получим решение данной системы. И выполняем проверку с помощью дисп а умножить на х. И видим, что у нас в результате получился вектор свободных коэффициентов, который был дан. Значит, мы решили систему верно. Так, какие же выводы можно сказать? Если говорить о решении систем линейных уравнений не обязательно с помощью среды для математических вычислений, то основывайтесь на ваших навыках. Если вам проще проводить, возможно, большое количество элементарных преобразований, то используйте метод Гаусса. Если же вам ближе навык вычислений определителей, то используйте метод Крамера, поскольку там нужно будет вычислить несколько определителей. И если вам просто находить обратную матрицу, то используйте матричный метод. И никогда не забывайте о проверке. Все, а далее приведены источники, которые я использовала. Вот, и на этом все. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Есть ли еще кто желающий? Давайте я расскажу. Родина, да? Родина, Родина. Соответственно, тема моего доклада – это презентация в Markdown. Вообще, любая презентация, ну, как бы она может быть сделана, в принципе, в Powerpoint. Это быстро, удобно, понятно, очень просто. Вот. Но для того, чтобы сайты были оснащены, скажем так, грамотными презентациями, лучше использовать, скажем так, движки для презентации. Можно назвать их шаблонами, ну, как удобнее, как понятнее. И, по сути, они все базируются на HTML, на текстовую документов HTML формата. В последнее время это HTML5, то есть это пятая версия. Также в CSS файлах описывается оформление презентаций. Вот, то есть, в принципе, графическая составляющая, ну, и файлы формата JavaScript и JQuery. Это, в принципе, придача, скажем так, интерактивности веб-странице. Вот. Соответственно, есть очень много разных движков, шаблонов. Вот, наиболее популярные, которые я, скажем так, нашла на просторах GitHub'а, это Faysom.js, да, Desk, Impress, Reveal. Также хочется отметить такой, скажем так, движочек, как Remark. На нем были сделаны две первые презентации группового проекта моей группы. Вот, он отличается тем, что он максимально в простом использовании, и ты можешь, например, не изменять CSS какие-то, не добавлять CSS-классы, чтобы, ну, как бы просто у тебя был какой-то, ну, более-менее грамотный текст на слайдах. Вот. Но, в принципе, так как моя тема — это презентация в Markdown именно, вот, то, если я правильно поняла, то я должна была именно рассказать о том, как в теме «Академик», то есть для нашего индивидуального проекта, можно создавать презентации. Вот. По сути, описание примеров, скажем так, функций, которые можно было использовать, описаны все в демо-версии слайдов в теме «Академик». Ну, я просто ознакомлю людей с тем, чтобы… с тем, какие функции предоставляет, скажем так, эта тема. Вот. Она написана, в принципе, на основе, то есть Reveal.js, вот, немножко в упрощенном виде, но, как я поняла, при более углубленном понимании и при более углубленном, скажем так, изучении HTML-редакторов, текстовых редакторов, да, можно понять, как добавлять интерактивность, как добавлять, например, CSS-стилей и тому подобное. Собственно, особенность таких презентаций — это, в первую очередь, простота использования, то есть тебе не нужно знать большую часть… в принципе, на самом деле, тебе не нужно знать ничего, кроме языка разметки Markdown, о котором мы рассказывали на прошлой паре. Вот. Также это поддержка заметок докладчика, то есть, например, сейчас у меня открыто дополнительное окно, где я вижу следующий слайд, где я вижу тот слайд, который находится сейчас, и где я вижу тот текст, который примерно нужно рассказывать. Вот. А также возможность написания стиля, то есть, скажем так, для более интересного, необычного, возможно, удобного оформления ты можешь действительно написать, описать что-то в CSS-файле, и твоя презентация будет выглядеть, ну, может быть, более красочной, ты сможешь… будет возможность где-то установить какие-то акценты и тому подобное. Соответственно, в основном есть несколько кнопок, которые отвечают за управление презентацией, то есть, ну, следующий, предыдущий слайд, стрелки вправо-влево, также пробел. Вот. Начало презентации, то есть кнопка Home, конец презентации кнопка End, вот, для компьютеров на системе iOS, ну, macOS X, короче, можно использовать функции Fn, ну, стрелки вправо-влево, это то же самое, что и Home и End. Также Escape – это обзор всей презентации, то есть, если я бы нажала Escape и у меня не было бы открыто окно заметок выступающего, то можно было бы увидеть, скажем так, всю сетку слайдов презентации. Также есть заметки выступающего – это S, полноэкранный режим – это F, изменение масштаба Alt-Click и экспорт PDF, а в PDF – это кнопка E. Вот. Также здесь присутствует упрощенный, скажем так, способ, упрощенная функция выделения кода, вот, то есть интерактивность достаточно сложно придать, вот. Внутри строки – это можно, если ты используешь внутри строки, это, соответственно, просто одиночные кавычки, если ты хочешь выделить код, то это, ну, такое же оформление, как и, в принципе, в языке разметки Markdown, собственно, на нем и пишутся все презентации. Также есть возможность использования математической функции, то есть это функции, они пишутся на латекс, и, в принципе, ну, как бы ничего от Markdown нет, ну, как бы различий нет. Вот. Также это постепенное появление текста, то есть можно нажать либо правую стрелку, либо пробел, и будет текст появляться по очереду. Вот. Также, как я говорила, заметки выступающего – это кнопка S. Написание, отображение этого блога, этого блога, это как раз, ну, можно видеть на слайде, то есть спикер-ноут, начало-конец. Вот. В принципе, это CSS, нет, это HTML, такой упрощенный HTML способ написания. Вот. Также здесь присутствует несколько тем презентаций основных, вот. Вы можете видеть их на экране, то есть сейчас в моем случае это используется тема Black. Вот. Вот. Также можно настраивать слайды, как я говорила, то есть можно использовать функции CSS. Вот. И одна из функций, например, это можно покрасить фон любой-другой цвет. Вот. Также можно добавлять изображение. Здесь уже используется команда slide-background-image, вот, и имя изображения, находящее все в папке image. Вот. А также можно, в принципе, настраивать файлы, вот. То есть в файле reveal custom, который находится в директории assets, CSS, можно прописывать разные классы, вот, какие-то стили, которые впоследствии можно использовать. То есть, например, на этом слайде я использовала тривиальный файл, тривиальный класс, который окрашивает весь текст в красный цвет, но так как, например, я также задала на всю презентацию то, что все заголовки будут серого цвета, вот, они не окрасились в красный цвет, потому что, ну, как будто как на позицию выше, можно сказать, эта функция. Вот. Соответственно, это все. Вот. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Очень интересный доклад. Есть кто-то еще желающий? Да. Карташова. Да, сейчас я вас подключу. Да, давайте. Ого, здесь. Так. Спасибо. видно тогда все видно давайте или ставится нормально да все листается отлично моя тема доклада это повторные интегралы пожалуй чтобы понять что такое повторный интеграл стоит начать с понятия кратных интегралов точнее но как бы с понятия двойных интегралов чтобы был более понятный пример кратный интеграл это интеграл от функций нескольких переменных соответственно довольно интеграл это интеграл от функции двух переменных то есть в вас в среде не увидим основной ведь мы видим на рисунке где d это область интегрирования обычно она представляет собой какую-то, ну, плоскую фигуру. f от x, y — это поинтегральная функция двух переменей, и d — это знак дифференциала. Физический смысл двойного интеграла. Если обычный определенный интеграл от функции одной переменной выражает площадь под кривой fx, то двойной интеграл выражает объем под поверхностью z равно f от x выше плоскости oxy в области интегрирования d. Ну, здесь как бы на рисунке область r называется. Чтобы решить двойной интеграл, нам необходимо перейти как раз к факторному интегралу. И если мы можем это сделать, если подинтегральная функция f от x, y — является непрерывной функцией в области d, а также функции от y, то есть у меня здесь xi и xi от x, а также являются непрерывными на промежутке a и b. Мы можем перейти к двойному, наоборот, к повторному интегралу, который имеет следующую форму. Ну, как я уже сказала, чтобы перейти к повторному интегралу, нам необходимо как раз, чтобы расставить пределы повторного интеграла, нам необходимо знать область d, то есть множество, на котором определена функция. И в идеале необходимо ее построить, чтобы понимать, как расставлять пределы интегрирования. Пределы порядка интегрирования может быть также, может быть по относительно оси O, x, так и относительно оси O, y. В данном случае это относительно O, y. Ну и, как я уже говорила, что xi и xi от x — это непрерывные функции на отрезке a, b. Решение повторных интегралов фактически сводится к решению двух обыкновенных интегралов. Сначала решается внутренний интеграл, затем внешний. Для решения Oktav имеет несколько операторов для вычисления, несколько функций для вычисления повторного, двойного интеграла. Мы рассмотрим их на следующем примере, где подинтегральная функция — это синус px умноженное на корень из x, y. И интегрировать ее мы будем в пределах по y от 0 до 1 и также в пределах по x от 0 до 1. Собственно, здесь плохо видно. Извините за качество изображения. Нужно было вставить его побольше. Это объемный график именно вот этой функции, построенной в Oktav, то есть уже распределенный предел. Как я уже говорила, Oktav включает в себя несколько функций решения повторных интегралов. Начнем мы с функции GwadGQ. Вообще сама эта функция, она предназначена для решения обычного интеграла. И чтобы решить с помощью нее повторный интеграл, нам нужно сначала решить с помощью нее как раз внутренний интеграл, а затем внешний. То есть, получается, как мы видим, мы сначала задаем функцию от y, затем мы в цикле как раз задаем функцию уже, ну, нашу функцию от x, где y не учитывается мы, относительно y интегрируем ее. Ой, да. И в конце мы уже относительно x с помощью этой команды интегрируем ее и получаем ответ. Следующая команда как раз DoubleQuad, она как раз и содержит в себе вот этот вот цикл. Ее синтакси следующий, где f — это наша функция, x, x, b, y, y, b — это наши пределы. Также есть дополнительный аргумент Toe, если он нужен, который определяет абсолютный допуск. И дополнительный аргумент QuadF, который указывает, какую функцию при интегрировании следует использовать. Также мы можем... Мы можем передать дополнительные аргументы непосредственно функцию для использования значения по умолчанию для Toe или Quad можно передать как бы через пустую матрицу. Ну, просто давить пустую матрицу или ничего не забивать, если нам необходимы значения. То есть, собственно, мы видим, что ответ получился тот же самый. То есть вот наша функция и наши пределы. Следующая функция для решения нового интеграла — это QuadToD. Алгоритм представлен выше как раз DoubleQuad, ну и предыдущий. Это итерационный алгоритм. То есть, как говорила уже Маша, нам не о... Извините, я немножко запнулась. Он дает нам числовые значения. То есть он решает как бы... Ну, это цикл, который перебирает и выдает по точкам нам наш ответ. В функции QuadToD реализован другой метод интегрирования. Она как бы выполняет мозаичную интеграцию, подразделяя область интеграции на прямоугольной области и отдельно интегрирует их. То есть, по факту, она интегрирует их по методу прямоугольника. Ее синтексик, в принципе, тот же, что и у предыдущей функции. Но, кроме того, Y и YB могут быть скалярными функциями от X, что позволяет интегрировать их также по непрямоугольным плоскостям. R — это приблизительная оценка ошибки в интеграле, а дополнительные и необязательные параметры можно задать с помощью параметров Property и Pal. И, наконец, функции IntegralTo — это функция, которая выбирает, какой из предыдущих функций будет эффективнее считать интеграл. Имеет она тот же синтексик, что и у предыдущей функции. Она также будет работать с непрямоугольными властями интегрирования. Ну и последний метод — это метод ортогональной коллокации. Просто высшепоментные методы интеграции, они могут быть медленные, особенно для сложных и больших интегралов. Мы можем использовать этот метод для решения как раз двойного интеграла. Чем метод точнее, n — это разделение... n — это количество точек разделения, точек аппроксимации. И чем мы больше, тем интеграл, тем вычисление будет точнее. Вот. Ну и, в принципе, все. То есть, по факту, как бы... Ну, мне удобнее было пользоваться для вычисления нескольких интегралов именно методом IntegralTo, потому что он сочетает два предыдущих метода, и нам не нужно что-то лишнее дописывать, в отличие от методок локации, потому что, как бы, ну, даже в вузовском курсе мы не сталкиваемся с особо прям мега сложными интегралами. В общем-то, все. Спасибо. Спасибо. Есть еще желающие? Да, есть. Меня слышно. Да, поставил вас. Да. 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 Моя тема — это оформление отчетов. Для начала хотелось бы сказать о некоторых общих требованиях к отчету, которые установлены ГОСТом. В первую очередь, текст отчета должен быть напечатан на листах формата А4, кеглем не менее 12-го, интервал между абзацами — полтора, размеры полей — левая — 30, правая — 10, верхняя и нижняя — по 20. Нумерация страниц сквозная, номер таблицы, страницы в арабских цифрах в центре нижнего листа. Разделы отчета должны иметь порядковые номера и обозначаться арабскими цифрами, если отчет подразделяется на несколько частей. Все иллюстрации, к которым можно отнести, также чертежи, схемы, графики, диаграммы и фотографии, нужно распределять непосредственно после текста либо в приложении, но об этом я еще скажу чуть позже. Формулы всегда выносятся в отдельную строку, причем пояснение значений приводится под формулой в той же последовательности, как и в самой формуле. Ссылки на источники, которые использовались в тексте, указываются под их порядковыми номерами в библиографическом списке. Список использованных источников размещается в конце отчета, а сами источники располагаются в порядке их упоминания в тексте. Также ГОСТ номер 7.32-2001 дает нам рекомендуемую структуру для отчета любой научно-исследовательской работы. Звездочкой выделены обязательные элементы, то есть титульный лист, список исполнителей, реферат, введение, основная часть теоретическая и практическая, а также заключение. В отчет также может включаться содержание, список определений, список литературы и приложений, если использовалась какая-то литература или необходимо добавить какие-то приложения. Сейчас немного по самым важным пунктам. Список исполнителей, думаю, тут очевидно, что здесь указываются члены группы в составе, в которой была проведена научно-исследовательская работа, реферат. В реферате у нас содержится следующее сведение. Это объем отчета, количество таблиц, иллюстрации и прочих приложений, а также использованных источников. В реферате также должны быть отображены объекты исследования, цели, методология. Содержание включает в себя наименование всех разделов подразделов, заключения и список источников. В введении дается обзор состояния исследуемой проблемы, обоснование необходимости проведения работы, а также актуальность и новизна темы. В основной части должны находиться следующие подразделы. Выбор и обоснование направления работы, характеристика исследований, методы и расчеты, а также обобщение и оценка полученных результатов. Заключение содержит основные итоги вывода проделанной работы как в целом, так и отдельных ее этапов. Список литературы приводится в конце текста в соответствии с общими правилами оформления, которые указаны в госте 7.1. А в приложении расположены таблицы, фотографии, графики, диаграммы, промежуточные доказательства, формулы, расчеты и прочие выкладки с обязательной ссылкой и в порядке, в котором они упоминаются непосредственно в тексте работы. Отдельное внимание стоит уделить титульному листу, так как это, по сути, лицо любой работы, первое на что обращает внимание при ее просмотре. Согласно все тому же ГОСТу, слева в отдельной колонке указывается индекс десятичной классификации, и если конкретной продукции исследуется, то также под ней указывается код высших классификационных группировок общероссийского классификатора. Прямо ниже следуют еще две строки, это номер госрегистрации и номер внутренней регистрации. Далее в центре титульного листа указываются фамилии, должности и звания руководителей организации исполнителя и руководителей научной работы. В конце титульного листа указывается место и дата составления отчета. Отдельно публикуется список исполнителей, о чем я и говорил ранее, проделанной работы с указанием разделов, если работа велась в каждом в какой-то своей среде. Далее текстовая часть может оформляться следующими способами. Может быть написано на компьютере от руки или на пишущей машинке. Так как написание на пишущей машинке не подразумевает какого-то редактирования в плане шрифта, в плане размера букв, то на нее не существует каких-то отдельных стандартов, в то время как на компьютере и от руки есть свои тоже критерии, свои требования и свои ГОСТы, которые тут приведены у меня. Графики, таблицы, формулы и диаграммы, а также подобные приложения могут присутствовать сразу после абзаца, в котором упоминается элемент, на следующей странице после упоминания элемента, а также в приложении. Формулы размещают непосредственно после их упоминания, если эта формула не является какой-то выкладкой и выводом какой-то другой формулы. Тогда она опять же помещается в приложение. Формулу можно создать с помощью редактора Equation Editor, ну или просто редактора уравнений. Здесь я привел два различных варианта. Здесь интерфейс Equalx для латекса, а здесь у нас стандартный редактор Windows. Раздаточный материал является необязательной частью, но тем не менее, для наглядности, в случае, если работа является курсовой или дипломной, он тоже имеет определенную роль и тоже имеет какие-то стандарты, даже не стандарты, скорее рекомендации. Грамотное оформление титульного листа – это первое, что предъявляется к раздаточному материалу в случае его создания. Он должен быть оформлен точно так же, как титульный лист к дипломной работе. Единственное различие – это название. В названии пишется раздаточный материал к дипломной работе на тему и далее тема диплома. Обязательное содержание после названия для более удобной навигации. Также общий объем раздаточного материала не должен превышать 15 листов формата А4, а оформление его происходит по стандартам оформления непосредственно научной работы. Белая бумага формата А4 – одинаковый шрифт с общепринятым полуторным интервалом. Все материалы обязательно должны быть пронумерованы, а порядок размещения элементов соответствует их порядковым номерам. Также рекомендуется собрать все раздаточные материалы в брошюру в количестве нескольких экземпляров, чтобы было удобнее рассматривать данные материалы по ходу представления работы. В качестве итога я могу привести следующие выводы своей работы. Я изучил документы ГОСТ по написанию отчетов научно-исследовательской работы, сформировал оптимальную структуру отчета, рассмотрел различные методы и привел рекомендации для создания некоторых элементов, не имеющих критерий в документах ГОСТ. У меня все. Спасибо. Спасибо. Еще желающие есть? Да, есть. Так, вопрос вы мне дали, выступающего нет. У меня тут просто есть телефона не появилась, демонстрация экрана. Давайте еще раз отключу вас, еще раз включу. Бывают такие неприятности. Все, нашел окей. Сергей Ильич, а нужно отключать в собрании плющики? Да, я об этом сказал, что нужно. Так, экран, видно экран? Да, видно. В общем, темой моей презентации является средство построения графиков. В ней я буду рассматривать, скорее, основные функции для построения графиков на примере октавы. Вот. Основной функцией является функция plot, ее синтаксис приведен, на вход поступает три аргумента. Первый – это массив значения аргумента, второй – это функция данного аргумента, и третий – это необязательная символьная переменная, которая содержит в себе характеристики линии, точки и цвета графика. Например, задан x, y и использована функция plot без каких-то дополнительных значений параметра s. они будут использоваться по умолчанию. Получается такой вот график. Далее. На график можно наносить сетку из координатных линий, используя функцию grid. Далее функция title, которая отвечает за название графа, и функция xlabel и ylabel за название соответствующих осей. И там, и там текст нужно помещать в апострифы. Приведен пример написания, то есть синтаксис и пример кода. Используется график с предыдущего слайда и немного редактируется, то есть добавляется название графика самого и осей. Появилось название и ось подписались, соответственно. Далее идет операция fplot, которая используется для построения графика функции, заданной в символьном виде в некотором интервале изменения икса. Синтаксис. Сначала идет функция, которая записывается в кавычках или с использованием конструкции собака и аргумент в скобочках. Идут пределы области построения графика. И толл это тоже необязательный параметр. который, по-моему, отвечает за относительную ошибку по умолчанию на что-то около 0,2%. Можно также строить несколько функций. Для этого нужно заключить квадратные скобки, как, в принципе, и сделано на примере. То есть будет построен график косинус, косинус x и синус x делить на x при изменении икса от минус 20 до 20. Вот, собственно, этот график построен. Далее. Некоторые другие виды функций и графиков. Для начала можно рассмотреть графики в полярных координатах, которые строятся с помощью функции пола. Ее синтаксис приведен. У нее два параметра. tt — это угол, а r — это длина. Также для привычного вида вектора, ну, со стрелочкой, можно воспользоваться командой compass. И также можно строить проекции векторов на плоскость с помощью команды pivot. На примере все эти команды использованы, все графики сохранены, то есть там будет три графика на одном рисунке. Вот что получается. Далее. Можно построить логарифмический график, то есть график в логарифмическом масштабе с помощью функции log-log, у которой два параметра x, y, где x — это массив значений переменной, а y — это функция от этой переменной. Например, можно воспользоваться далее операции log-space, которая создает векторы с 50 точек в пределах от первого параметра до второго, в пределах от 10 в степени первого параметра до 10 в степени второго параметра. Также есть функции semi-log x и semi-log y, которые строят логарифмический график функций по оси x или y, и линейный по оси y или же x. Границы графика также можно определить с помощью error bar. Его синтаксис приведен, есть два варианта, где в первом i и b — это нижняя и верхняя границы значений. В итоге у нас получится график элементов вектора y в зависимости от данных, содержащих вектор x. Все это ограничивается с помощью i и b. Во втором случае вместо i и b есть параметр em. Строится график функции с границами вида y-e и y-e, где e — это погрешность. В итоге получается такой вот график. Он, конечно, достаточно странно выглядит. Так, дальше. Диаграмма. Также с помощью октавы можно строить диаграммы. Простейшей операцией можно назвать bar, которая строит столбцовую диаграмму. Диаграмму синтаксис — это бар и три входящих аргумента. x — это сам аргумент, у которого не должно быть повторяющихся значений. y — это функция от x, а l — это ширина столбца. диаграмма диаграммы. Диапазон у нее от нуля и по единицу включительно. Ноль не включается. По умолчанию, если его не прописывать, будет 0,8. В примере x, у x диапазон значения от 1 до 8 включительно, y — это косинус от x и строится диаграмма такого вида. Далее можно также построить гистограмму заданного вектора с помощью команды hist. у нее два параметра, два аргумента на вход идут. y — это вектор, а x — это вектор, элементы которого определяют диапазон для значения y. Принцип работы следующий. Подсчитывается количество элементов вектора y, значения которых попадают соответствующие диапазону x. Строится столбцовая диаграмма подсчитанных чисел элементов y как функцию диапазонов, указанных вектором x. Он задается x в промежутке от минус 2 до 2 с шагом 0,1. y задается с помощью рандомайзера и строится гистограмма. Вот так вот она выглядит. Также можно построить круговую диаграмму с помощью команды py. Два способа написания. Есть просто с одним аргументом x и с аргументом x и дополнительным параметром r, где x — это вектор, у которого также будет подсчитываться сумма его элементов, чтобы определить процентную долю для построения графика. А r — это параметр, тоже вектор, отвечающий за расстояние от центра. Должен иметь одинаковую размерность с вектором x. В примере x — от 1 до 4, а расстояние увеличивается на единицу с каждым значением. И в итоге получается вот такой вот график. На этом все. В заключении хочется сказать, что это способ... В Octavia очень удобно в принципе строить графики, это интересно. и в дальнейшем скорее всего продолжу пользоваться этим. Спасибо, спасибо. Отключайтесь. Есть ли еще желающие? Да, есть. Давайте, подключайтесь. Давайте, подключайтесь. Давайте, cand say. Надеюсь. Редактор сялись открывать. Ув possible EnATT-хמש muchos olika Möglich berg Very Mrs. видно да все видно давайте я хочу рассказать о языке научного программирования язык язык научных программирования это язык программирования разработанный для математических формул и матриц таких как ALGOL, FORTRAN и EPL хотя все языки программирования допускают такую обработку, но операторы на научном языке облегчают выражение этих действий были обнаружены не менее 49 языков программирования предназначенных для технических исчислений с FORTRAN вот на таблице видно у нас несколько языков еще есть жюли и несколько новые языки язык FORTRAN это первоначальный язык числа вычислений был FORTRAN сокращено от формулы Translating System выпущена в 1957 году FORTRAN был первоначально разработан командой IPM для научных расчетов более позднее разработки превратили его в язык программирования высокого уровня FORTRAN является универсальным императивным языком программирования он используется для числовых и научных вычислений FORTRAN поддерживает программирование массива, общее программирование, параллельное программирование и так далее как видно на слайде вот у нас здесь пример простой программы FORTRAN программа FORTRAN состоит из набора программных моделей таких как основная программа каждая программа содержит одну основную программу и может содержать или не содержать другие программы вот это простая программа которая сложит два числа все программы на FORTRAN начинаются с ключевого слова программ и заканчивается ключевым словом end программ на котором следует название программы вот результаты этой программы будет 27 вот результаты этой программы будет 27 создание квидар ванна разработка началась в конце 1980 и в феврале 1991 года вышла у Пайта много библиотек для научных и математических вычислений есть библиотеки такие как SkyPy и NumPy это которые используются для общих вычислений и специальные библиотеки такие как EarthPy для науки о Земле AstroPy для астрономии и так далее также язык часто пользуется в машинном обучении, анализе и споре данных у нас Algol или Algorithmic Language один из нескольких языков высокого уровня разработан специально для программирования научных вычислений он начался в конце 1950-х годов он был разработан международным комитетом как универсальный язык вот пример программы на Algol это программа которая вычисляет средние и абсолютные значения массива вот у нас противопоставление приоритетов проектировать основных языков программирования и научных технических вычислениях языков вот на этой таблице приоритеты в каждом ряду не обязательно являются противоположными или даже взаимосключающими а скорее являются предметом особого внимания конечно возможно иметь как параметрический так и специальный полиформизм в одном и том же языке но синтекс рекомендуемый и темы и дизайны стандартные библиотеки будут иметь тенденцию подчеркивать одну или другую конечно функции на левой стороне также могут быть полезны для технических вычислений и источники все спасибо большое спасибо большое спасибо если еще желающие выступить вижу больше желающих нету тогда значит у нас это последнее занятие посмотрите сдвинуты сроки сдачи так чтобы до конца этой недели все было сдано если какие то вопросы будут пишите пожалуйста я должен буду поставить вам в конце недели до 20 числа зачет ну по все пожалуй все до свидания до свидания до свидания спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok